Нам было по 14 лет, мы приезжали отдыхать в Вологодскую область, но как-то все не сошлось. Видимо, как раз начался переходный период, и мне Саша не понравился. Я ее считал такой высоконравственной девушкой. Думал, что я не ее, скажем так, типаж, что ей нужны люди уже в будущем успешные такие все, высокомерные, можно сказать. Я посчитал, что она обиделась на меня в чем-то, я уже, честно, не могу припомнить. Я пытался постоянно с ней встретиться, чтобы перед чем-то извиниться. Приехал один раз к ней домой на мотоцикле, ночью уже будучи, хотел опять извиниться, кое-как достучался до нее. Она вышла, такая, ты что типа здесь делаешь, давай иди отсюда. Больше мы не общались после этого 5 лет, и потом в один из дней Саша нашел меня в соцсетях, написал. Я ее 3 дня, 3 ночи в армии, не спавший, не отдохнувший, искал ее, искал, как угорел, искал, 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 через друзей, через 25 знакомых и нашел. С того периода мы общаемся до сих пор, пришли к прекрасному дню. Наш первый поцелуй случился в Обскове, когда мы с ней встретились. Я не ожидала, что произойдет этот поцелуй, и вообще это была наша первая встреча после того, как мы долго не виделись, и, конечно, я не думала об этом. Просто я, ну, подошел и ее поцеловал. То есть она как бы тоже неохотно на это все шла, но тут, в принципе, уже денеться некуда. Я ее просто взял и поцеловал. И когда случился первый поцелуй, во рту все пересохло. Я очень смущалась. Если бы я вернулась на 14 лет назад, нет, я думаю, что я ничего не поменяла. Я считаю, что правильно было, что мы не общались все это время. И хорошо, что произошли все эти события, что я не извинился перед ней и не закончил свое, как говорится, дело вот это начатое, что подвело меня к тому, что цель моя не достигнута, и я ее хотел добиться, тем самым я начал ее искать и нашел. Когда он мне сделал предложение, честно, я его очень долго ждала. Я его ждала, наверное, больше двух лет. То есть я ждал, смотрел, ну, можно сказать, измором брал. Насколько она меня вот стерпит, выдержит вот это все мое. Она смиренно как бы ждала, 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 я думаю, еще бы дольше ждала. Я расскажу предысторию. Мы пошли с его другом выбирать кольцо для его невесты. Ходили, искали по магазинам очень долго, и тут он проболтался случайно, что говорит, вот когда я тебе выбирал кольцо, тут я его поймала на словах. Поняла, что у него уже куплено кольцо, но думаю, ну, почему же ты не делаешь предложение? И я просто взял кольцо, пошел с друзьями в бар и сказал ребятам, что, ну, все, сегодня ребята делаю предложение. Я говорю, вот кольцо, они кольцо увидели, все, скажу, ого, молодец, там, поддержали меня. Ну, все, я сил набрался, я говорю, сейчас я ей скажу, где нужно, куда подойти. Вот, она была с работы, я сказал, ну, говорю, мы с ребятами здесь в центре, на Дворцовой. Я говорю, подойди, пожалуйста, я говорю, мы тут гуляем, у нас настроение хорошее, ну, чтобы максимально, чтобы она не узнала. Ну, я думаю, она, она мне читает, как не знаю кого, поэтому тут без, ну, я думаю, она знала, куда она идет. У меня уже такие ощущения, может быть, предложение, вот сейчас будет Новый год, я приехала на Дворцовую площадь, смотрю, там мероприятие, там елка, много людей. Думаю, не, наверное, не предложение, наверное, все-таки он позвал, чтобы посмотреть это световое шоу. А, я сказал, что мы друга ждем, а друг у меня должен был убежать бегом-бегом-бегом за цветами, но нигде цветы не нашел. В общем, он бегал-бегал-бегал, там очень долго бегал, я уже там минут 15 стоял, уже вот так вот переминаясь, то есть туда-сюда, его нету-нету-нету. А я такой ей просто, а смотри, говорю, что там такое? А, смотрю, а там ничего нет, поворачиваюсь обратно, он встал на колено, протянул кольцо, вся Дворцовая площадь смотрит на нас, это было очень приятно, я расплакалась. Сколько мы хотим детей? Да, мы обсуждали, мы говорили о том, что будет максимум два. Надо, нужно мальчика, девочку, как-то вот так. Через 20 лет я вообще себя вижу, не знаю, каким-то политическим деятелем, будет дорогая машина, дорогой жилье. Через 20 лет я думаю, что мы будем жить в другой стране. Саша мечтает уехать в Америку жить. Ну вот меня почему-то оттянет уже давным-давно, то есть какая-то вот тяга именно к континенту, вот именно туда, тот мир, это можно сказать другой мир. Представляю, что у нас будет отдельная вилла, которая будет выходить к красивому озеру, а у нас уже будет взрослый сын или дочка. Людмила, я думаю, станет каким-то успешным бизнесменом, может быть и в какой-то банковской сфере, где она сейчас работает, возможно. Возможно, она вообще в бизнес пойдет, просто что-то откроет для себя. Уже будем наслаждаться отдыхом, уже не будет вот этой работы. Будем жить в таком доставке, получая пассивный доход, будем наслаждаться жизнью. Люди, я ценю понимание, понимание, она меня понимает во всем, во всех моих мыслях, во всех моих желаниях, мечтах. Он ценит мой характер в плане того, что я очень добрая. Мне в Саше очень нравится, что его характер мужской, его стержень, его решительность. То есть, как он сказал, он так и сделал. Я чувствую за ним защиту. За нее готов сделать все, все, что нужно от меня, требуется, как от мужчины, как от отца, как от друга, как от брата. Я стараюсь быть и тем, и тем, и тем, и тем. Ну, естественно, самое главное, любимым. С первого же момента, когда мы с ним познакомились, я узнавала, к чему он стремится, какие у него планы. И у него были четкие планы на дальнейшую жизнь. Мне это очень понравилось. Самые яркие моменты с Людой – это наши встречи. Мы длительное такое время, скажем так, общались на расстоянии, как я говорил. И каждая встреча была, она незабываемая, интересная, что-то новое было. Ну, это самое-самое-самое, самое яркое. Очень яркий момент – это я буду всегда воспоминать, и до сих пор помнить эти ощущения, когда мы встретились с ним. Когда он первый раз меня обнял, я вся дрожала. Но я почувствовала в руках какую силу, уверенность, и прям тепло от него пошло. Сейчас, на мой взгляд, это идеальное отношение. И хочу, чтобы все так и продолжалось. И через 10 лет мы также любили друг друга, понимали с полуслова друг друга. Через 10 лет я бы пожелал себе, чтобы у нас с Людой, вот эта, которая искра зажглась, 5 лет назад с лишним, чтобы она не угасала, чтобы мы ее поддерживали. Вот это уже пламя, горящее. И мы с ней шли по одному пути, с него не сворачивали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова